Всем привет! Мы находимся в центре приюта домашних животных. Домашние животные, которые нуждаются в хозяине. Здесь есть описание. Их продают. За ними ухаживают хорошо. Их продают. Вот цена вот этой кошечки, которая здесь. Написано, что она милая, хорошая, но никто не знает, чья она. То есть иногда хозяева, которые не могут дальше содержать, уезжают куда-то или там заболевают, умирают, отдают. Но иногда находят животных и их везут сюда и здесь их содержат. Сейчас пройдем посмотрим. Кошки в эту сторону идти, а собаки в эту сторону. И маленькие животные бога. Вот здесь вот так чисто. То есть смотри осторожно, здесь помыли и поставили, что скользко. Так. Можно покормить животных, да? Нельзя пальцы просовывать, но можно подкинуть вниз под дверь. Вот так вот устроены клетки. Но мы здесь пока никого не нашли. То есть здесь они как-то пустые все. Здесь люди обычные могут пожертвовать для животных какие-то вещи. И вот их просто сюда приносят, чтобы животным было удобно. Здесь есть вот карман, лежанки, на которых они лежат. Это все люди. Вот так вот устроено, чтобы мыть эти клетки. Вот так спускается. И в каждое сливное устройство, и в каждой клеточке. Да, и здесь запаха нет, абсолютно чистенько пахнет. Так вот мы нашли кошечек. И вот так вот они живут, эти кошечки здесь. Здесь описание. Его тоже стоит 62 доллара. Ну, у них как бы, наверное, это стандарт. Вот такой вот котик. Все такие хорошенькие, пушистенькие. Чистенько у них тут, очень хорошо. Ребята, если кому-то нужна кошечка, вот здесь их много. И кошечек, и собачек. И такие все прелесть просто. Вот красавица какая. Так, здесь вот должны быть собаки. О, а здесь кошка. Должны быть собаки и кошка. Здесь тоже кошечки все. Вот они такие. Красавица. Собирается все туда. Моя шерстка слезла. Не влезла. Нет, похоже, выпало. Что-то с ней случилось. домики такие нет куда-то спрятался книжки вот такие детские про кошек и собак и приходят волонтеры и дети которые помогают они читают животным чтобы животное привыкало к человеческой речи и не боялась человека заодно и дети хорошо начинают читать ну да кошка не скажет ты читаешь неправильно она видит что кошки нравятся и начинает читать еще больше помимо кошек и собак здесь еще и другие животные такие вот кролики принимают также черепашек птичек мышек всяких а и и и и и и И вот люди нашли на дороге собаку, не знаю чья она, привели сюда и если хозяева будут искать, то первым делом они приедут сюда и они заплатят совсем немножко за содержание собаки. Но если хозяева не найдутся в течение какого-то времени, то его продадут. Вот такой красивый песик. Называется это Центр Animal Control. Вот их сайт. Здесь можно зайти, посмотреть какие животные сейчас здесь есть и выбрать себе животные. Ну да, можно собаку или позже. Похоже на фиг. Да, вот эти сердечки стоят, значит уже эти собаки нашли хозяев. История собак, которые нашли своих хозяев. И то же самое про кошечек, но вот эти кошечки, они ищут своих хозяев. Где сердечко стоит, значит забрали. 8 недель. 8 недель. Ну, некоторым котам неизвестно сколько лет. Если их отдали и сказали сколько лет, то здесь пишут. Если не знают, то так и пишут, что ничего не известно про этого животного. Ну, животные очень красивые. Много очень красивых животных. Хороших. Да, вот эту собачку, которую привели. Вот, сейчас я еще раз его покажу. Вот эту вот собачку, которую привели. Его тоже сейчас будут снимать, фотографировать. И его фото поместят на сайт. И хозяева будут его искать на сайте. Либо потом кто-то заберет тоже. Можно зайти на этот сайт посмотреть. Только что позвонил хозяин этого животного сюда и спросил, не поступала ли собака. А спросили адрес и эту собаку сейчас. Люди, которые нашли, они ее доставят по адресу. Счастливая история. Спасибо. 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 Здесь также оставляют животных, когда уезжают. Как в гостинице, за ним ухаживают. Вот сегодня собак, которых, как бы, отдать в добрые руки нет. Но мы слышали, что звуки животных, но нас туда не пустили, потому что там как гостиница для животных. И эти животных, они не на продажу. Просто они здесь какое-то время пребывают. И вот такой вот огромный центр. Сюда приходят дети. Помогают адаптироваться животным. Ну и животные помогают многим детям адаптироваться. Есть дети, которые нуждаются, ну как сказать, психологической какой-то помощи. И животные лучше всего это делают. Так что двигаются свои ложны. Похожите, государство, как робот можно было построен. И супер-санимен. И у нас есть кухня, поясница для животных. И тут интересно. И уничтожить кухня? Не знаю, что кухня? Немного! О чем-то тонень, вкусно! И уничтожить кухня. И это очень-то очень неудово, но это очень-то многое. И другое такое огородное оборудование. И написано, пожалуйста, не трогайте пальцем, наверное, котик нервный немножко, он может напасть на палец. Ну да, на палец. Не надо, лучше не рискуйте. И если одни хозяева хотят взять животное, а другие передать, то здесь можно просто организовать встречу и познакомиться с животным. То здесь помогают также, вот так вот можно встретиться, вот в такой комнатке и пообщаться, чтобы животное привыкло и не было стресса такого сильного животного, что его просто куда-то сдали, его передают, общаются, играют с ним, оно привыкает. И после этого его уже отдают в другую семью. Белин тоже взяла собак здесь. Одну собаку она взяла здесь, а вторую, надо уточнить, но обе собаки она взяла уже во взрослом возрасте. Вот такая площадочка рядышком, где выгуливают животных, где они могут погулять. Ну это для собачек, чтобы они все время не сидели в клетках, то вот такая вот площадочка есть, где животное может погулять, поиграть. Работники этим занимаются. Само здание очень большое, мы прошли немножко совсем, но там есть отделение, где животным помогают, лечат, делают прививки, лаборатории и так далее. То есть само здание очень большое. Вот так вот оно выглядит. Находится недалеко от полиции, потому что иногда полицейские могут доставить сюда животное. Какая-то экстренная ситуация, они заходят, видят там животное, осталось беспризорным, привозят это животное сюда. Сама клиника работает с 10 до 7, но если животное нашли раньше, то можно подойти с другой стороны здания и просто-напросто поместить животное вот в такой... Ну да, оно должно открываться, да? А оно закрыто. Ну да, должно... Как это работает, понять. В общем, сюда вот можно поместить, но как это работает... Написать информацию, но как-то оно должно открываться ведь. Ага, с 11 до 7, а суббота и воскресенье с 10 до 6. Да, вот подошла к нам офицер, значит, этого центра и объяснила, что в рабочее время закрыто и только через центральный вход. А после работы открывают вот эти ящички и маленьких животных помещают вот сюда в маленькие ящички, больших в большие ящички. И вот здесь вот сверху написано, что большие животные и маленькие животные. Вот в той коробочке, значит, надо заполнить на это животное, где нашли или что это за животное, какую-то историю о нем, чтобы было известно. И вот так вот нам офицер рассказала все. И здесь везде камеры, и вот мы подошли, стали изучать, как это все работает. Сразу вышел офицер, значит, Animal Control и спросила, что мы здесь делаем. И рассказала нам информацию, которую мы не поняли. Чуть не арестовали. Так, а вот эти вот машины, на этих машинах работают вот эти офицеры. Вот они вот так обустроены. Если находят какое-то животное или сбитое, или, может быть, ну, мало ли какие обстоятельства. То есть вот они ездят, патрулируют. И если находится вот какое-то животное, его помещают вот в такую коробочку. В общем, в такой вот резервуар. И дальше патрулируют. И вот их много здесь вот таких вот машин, потому что они по всему городу. Я уже рассказывала в видео, что по городу, когда идешь, ни собак, ни кошек не видно. И если где-то какое-то животное кто-то увидит, его обязательно возьмут, привезут в этот центр. И хозяевам легко его найти. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки. Ну, пока. Не забывайте еще подписаться на мой второй канал. Ссылка будет в описании. Пока. Пока-пока. Я нашла шишку. Ну, все. Всем пока-пока. Приезжайте, забирайте животное. Помогайте им.